Скандал, в котором фигурировали родственники Абулгазиева, может стать причиной смены кабинета министров. И даже несмотря на то, что в отставку уже ушел сам свояк Абулгазиева, который возглавлял форум «Открытое правительство» и сын Иманкадыра Рысалиева, который был назначен замдиректора компании KT Mobile, но скандал все равно не утих. Как бы коалиция не хотела сохранить кабинет министров, спустить ситуацию на тормозах уже не получится. Это серьезный вопрос. Здесь конфликт интересов, здесь вопросы экономического характера, вопрос вообще этического характера. Почему человек, который не обладает какими-то полномочиями, должен проводить совещание? Почему он должен вот эти угрозы нужно рассмотреть? Мы должны от правоохранительных органов получить ответы. Потому что это очень серьезно. Депутатская комиссия в данное время изучает материалы, дискредитирующие премьера. Но уже собранных данных, говорят члены комиссии, вполне достаточно, чтобы поставить вопрос недоверия. Кстати, премьер и сам не отрицает, что поддерживал идею создания еще одного национального оператора связи. Котомобайл. На мой взгляд, хозяйственный, экономический вопрос нельзя переводить в политическую плоскость. Я тоже считаю, что родственные отношения никак не совместимы с государственной деятельностью. Но все это нужно сначала уточнить. Думаю, мы все поддержим государственные проекты. Я сам лично поддерживал проект по совместной деятельности Кейти Мобайл и Мегакома. Сам говорил, что его нужно реализовать. На рынке сейчас нет оператора, компании, у которой есть крыговский дух. Я думаю, будет неплохо, если появится государственная компания. Слова премьеры можно трактовать по-разному, говорят депутаты. Но сам факт наличия родственников и свидетельства о том, что эти лица вмешивались в работу госструктур – серьезный удар по репутации. После того, как информация о том, что свояк премьер-министра раздает указания и запугивает руководство Мегакома стало достоянием общественности, премьер-министр поспешно рекомендовал уволить Русалиева с должности руководителя открытого правительства. Однако решить проблему это уже не поможет, говорят народные избранники. По тем основаниям, которые уже выявила комиссия, я думаю, что отставка правительства неминуема. После вот этих вот случаев, я думаю, что он просто будет в деморализованном состоянии, и он даже морально не сможет исполнять свои обязанности. Как он будет смотреть в глаза парламенту, президенту, народу, себе и в конце концов. Поэтому я думаю, что, скорее всего, он подаст в отставку. Вопрос вокруг Кейти Мобайл и родственников премьера, даже если не станет основанием для увольнения главы правительства, может послужить поводом для дальнейшего изучения работы чиновника, его связи и принятых решений. В ходе работы комиссии могут раскрыться и другие причины для отставки. Все это об Улгазиеву теперь могут припомнить не только политические оппоненты, но и члены коалиции большинства. Две фракции парламента, фракция СДПК и Многопрогресс, значит, уничтожение образовать депутатскую комиссию. Сегодня депутатская комиссия работает, первое заседание провели. Сегодня я бы отметил очень активную позицию гражданского общества. Сегодня высказывается критика в адрес правительства. Я бы, наверное, сказал, что после, по итогам работы комиссии, наверное, нужно дать реальную, справедливую оценку работе правительства именно по данному вопросу. Депутатская комиссия провела только первое заседание, но уже на нем были озвучены громкие факты. Впереди еще несколько встреч. Парламентарии хотят до каникул завершить эту работу и поставить точку в дальнейшей политической карьере Абулгазиева. Игорь Потанин, Нурбек Копаров, НТС.